Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствую на своих каналах. Продолжаем работать с текстами пророчества. Сегодня я хочу ответить на вопрос Олега Николаевича. В очередной раз, причём, хочу ответить на этот вопрос. Что Утешитель возьмёт от Мессии Иисуса Христа? Поскольку есть в текстах такая фраза «От меня возьмёт и вам даст». Много можно разглагольствовать на эту тему. С одной стороны, Иисус Христос является представителем царской династии. Олег Николаевич рассуждает, что если грядущий царь является Утешителем, то, конечно же, в первую очередь, это будет статусность. Много было царей, да не все стали утешителями. Помимо этого, Иисус исцелял людей. И в текстах говорится о его даре исцеления. Помимо этого, дар исцеления будет у Агнца Божьего. Поэтому, как вариант, конечно же, Утешитель может взять дар исцеления. Но, если более внимательно читать богодуховенные тексты, это исцеление принесёт нам Мессия Иисус Христос, который придёт после Утешителя. Помимо этого, мы знаем, что Иисус Христос был пророком, таким же пророком, как пророк Моисей. Значит, если в текстах говорится о том, что будет Утешитель говорить о будущем, то у него будет пророческий дар. Либо он будет делать эти пророчества на основании богодуховенных текстов. Поскольку я считаю, что богодуховенные тексты это самое авторитетное писание, которое у нас есть в наличии. Давайте послушаем Олегу Николаевичу, а затем я ещё дополню материал, возможно, он меня на этот раз услышит, поскольку я буду работать с книгой и показывать на ту информацию, которую попытаюсь донести. коротко, от меня возьмёт и вам даст. Что Иисус Христос передаст через Утешителя вам, даст вам и Утешителя, или Утешителю? От того, куда мы поставим ударение, миссия его не изменится. Так что же Он даст, Иисус Христос, Господь наш? Сразу скажу это, ни учения, ни заповеди, ведь это будет даваться для всех. Олег Николаевич, я, конечно, понимаю, что вы категорически против заповедей, против учения, против вообще каких-либо знаний, поскольку проще разглагольствовать на более простые темы, которые вам более доступны. Ну, я сейчас обращу ваше внимание к богодуховенным текстам, и мы посмотрим, что говорят нам тексты. Итак, «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлёт Отец во имя моё, научит вас всему и напомнит вам всё, что я говорил вам». Вот этой цитатой, Олег Николаевич, я хочу всем доказать то, что «Утешитель придёт со знаниями, очень глубокими знаниями». Он будет прекрасно знать Бога духовенные тексты и учения Иисуса Христа, которые не являются его учением, а являются учением от Бога, которые он передал людям. Итак, что он сделает? Научит. Значит, его деятельность будет связана с учением. Научит чему? Всему и напомнит. что напомнит то, что говорил Иисус. Напомнит вам всё, что я говорил. А Иисус, извините, говорил о заповедях и неоднократно цитировал заповеди, которые были переданы через пророка Моисея. Помимо этого, он усовершенствовал эти знания, усовершенствовал, одухотворил эти заповеди. Смотрим тексты дальше. Когда же придёт утешитель, которого я пошлю вам от Отца? Обратите внимание, непростой утешитель, Дух истины, то есть он будет говорить об истине, которая от Отца исходит. Он будет свидетельствовать о мне. Итак, утешитель будет свидетельствовать об Иисусе, напоминать людям об Иисусе. Смотрим тексты дальше. И он придя обличит мир о грехе, о правде и о суде. Итак, он будет что делать? Обличать. Он будет указывать людям, которые лгут. Он будет указывать на грехи, он будет говорить о правде и о суде. Смотрим тексты дальше. Когда же придёт он, Дух истины, то наставит наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. То есть однозначно деятельность утешителя будет связана с наставлениями. А наставление это и есть заповеди Господни. Что он будет делать? Он будет говорить, причём не от себя будет говорить, а будет говорить то, что услышит. Услышит от Иисуса Христа, услышит через Бога духовенные тексты от Бога, а помимо этого, те люди, которые говорят, они ещё и слышат голос, который даёт им информацию и будущее возвестит нам. Если возвестит, значит, тоже будет говорить. Он прославит меня, потому что от моего возьмёт и возвестит вам. Итак, он возьмя возвестит, возьмёт от Иисуса и донесёт эту информацию до людей. Смотрим тексты дальше. И в заключение я хочу ещё показать строчку. Строчку, которая связана с истиной, поскольку это же у нас будет дух истины. Освети их истинною твоею, слово твое есть истина. Итак, утешитель придёт со Словом Божьим, придёт с истиной. И поэтому в первую очередь деятельность утешителя будет связана с заповедями и с учением. А вы можете говорить всё, что угодно. Это ваши проблемы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...